Здравствуйте, друзья! Вы на канале Madubout Hi-Tech и с вами Макс. Наконец-то 2020 закончился. Надеюсь, 2021 будет прилично лучше. Желаю всем удачи, счастья и добра в новом году. А я, в свою очередь, постараюсь вас радовать видео на около технические темы. А сегодня я вам хочу рассказать про судьбу небольшого устройства, которое стоило 120 долларов и пришло ко мне из Китая. Давайте откроем и посмотрим, что же внутри. Вот такая вот коробочка. Это основное то, что нас будет интересовать. Это Funless компьютер. Стоил он 120 долларов. На Алиэкспресс. Это одна из самых дешевых конфигураций. Внутри у нас есть Celeron G1900 с тактовой частотой 2 ГГц до 2,4 ГГц. 4 ГБ оперативной памяти DDR 3600 МГц. SSD на 64 ГБ. Встройка, соответственно, от Intel. И есть несколько портов. Основные порты, которые здесь есть, это 2 Ethernet порта гигабитных. Wi-Fi 5 ГГц с двумя антенками. VGA и HDMI. COM. Питается это все безобразие от 12 вольт. У нас даже 2 COMа в принципе есть. Вход наушников, вход микрофона, 4 USB и абсолютно бесшумная конструкция, как я уже, собственно, и сказал. Вот такое вот устройство. Давайте посмотрим, что у нас еще в коробочке. А еще в коробочке нам подвезли кусок пеноплена. Еще кусок пеноплена. Блок питания на 12 вольт 5 ампер. То есть теоретически он может потреблять до 60 ватт. Ну, в чем я сомневаюсь. Вдобавок у нас, собственно, вот 2 антенки. И набор винтиков. Также тут где-то должна быть, наверное, инструкция. Я не уверен, если нам ее положили в довесок. Инструкции я не вижу. Зато есть знак качества. Такой вот замечательный. А, вот инструкция здесь. Инструкция здесь. Что у нас тут пишут? Напишут у нас, что... Что память можно поменять. Почему-то написано, что надо использовать DDR4 рам. Насколько я знаю, у нас DDR3 стоит. Можно воткнуть 2,5 инча с автодиск. И... Что у нас еще? Ну, они предлагают это использовать как, видимо, медиа-центр. Но я бы не стал, откровенно говоря, данное устройство использовать как медиа-центр. Да, вот здесь вот с этой стороны написано, что... Мемори из DDR3-L. 1,35. Ну, в общем... Одни сплошные... Опечатки. Один USB-3 порт у нас есть. И три USB-2 порта. Ну, кроме всего прочего, что у нас интересно называется? Это XCY. Фирма, которая это все сделала. Но... Он даже меня мало будет интересовать как компьютер, в принципе. Он меня больше будет интересовать как некое другое устройство. Тут есть даже... Защитная пломба. Но пломба нас не интересует. Давайте, пожалуй, разберем его. И посмотрим, как это все организовано внутри. Как мы любим. Так, вот подходящая отверточка. Это нам не нужно. Интересно, как они предлагают поменять рам при условии, что... В принципе, это под пломбой находится. То есть, поменять вы можете, но гарантии вы, в принципе, лишаетесь. Ну, да ладно. Невелика беда. Я его проверил. Включил. Он работает. Идет он, кстати, с приустановленной Windows 10. И... После разбора я вам немножко продемонстрирую, как это все работает. Окей, приятно. Хорошо. Вот так внутри у нас здесь... Это что такое? А, это кнопка не то. Это у нас выпадает кнопка. Вот так вот интересно у нас разбирается с двух сторон. Внутри у нас здесь есть SATA кабель. Ну, скажем так, SATA кабель я выверну. И разъем под 3... Под 2,5 диск питания я тоже отсюда удалю. Потому что мне, в принципе, он не нужен абсолютно. Аж никак. Мне вполне хватит SSD встроенного, который 64 гигабайта. А здесь у нас есть, кстати, интересный. У нас установлены, собственно, сам SSD. Вот он такой мелкий. Так, ком-порт я пока тоже включу. Мне они, в принципе, тоже не будут особо нужны. Так, комы подписаны. О'кей, да, я буду знать, куда это втыкаться. И мы можем выкрутить. Давайте достанем планку памяти. Вот наша память. Кто у нас? Память... Yushang DDR3 1600 МГц. Вот такая вот у нас память. Это мы пока уберем. Также давайте выкрутим, пожалуй, и SSD. SSD какой-то. Ну, я вижу, что чипсы у него все. Что уже не может не радовать. Вот у нас SSD. Называется SSD Kasten. Отличная ферма, видимо. MSATA 3. Окей. MSATA SSD. Под ним у нас чип от Ateros AR5BHB116. Окей. Хорошо. Пусть так. И давайте открутим, наверное, основную плату. Правда, я не уверен, что у меня получится сразу ее снять, потому что все-таки она как-то должна же передавать тепло на корпус. Потому что решение у нас безвентиляторное. И греться не должно. Окей. А, то есть, вот прям так, да? Как интересно. Собственно, сам чип, а подключение вентилятора даже обломано. Ну, окей. Нам не принципиально. Потому что вентилятора в итоге здесь и нет. Свежая термопаста. Добавлять я ее не вижу смысла. Ну, вот посредственно вот такой вот перекладки она передает тепло на корпус. Такой довольно весистый корпус. Я даже не знаю, что это алюминий, не алюминий. Какая-то сталь, похоже. И, ну, вот такая вот жесткая... Вот такое вот жесткое решение. Ну, собственно, все. Вот вам и разборка. Беспроводной железяки. Собирать, понятное дело, я буду в обратном порядке. Охлаждение. Я не вижу смысла меня термопастом. Там свежие. Да и я не думаю, что он сильно как-то будет греться. У меня. А вот для каких нужд я его купил, я вам не скажу. Итак. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Есть у нас 4 гига. 4 ядра. Игровая видеокарта. Вот на самом деле игровая видеокарта нет. Но 4 ядра, 4 гига есть. И, кроме этого, у нас есть следующее. У нас на данный момент процессор загружается на 100% просто IPS-студии. Такое вот замечательное устройство. Ну, давайте немножко просто посмотрим тесты, которые я прогнал до того, как подключить IPS-студию. У меня есть чтение с памяти. Чтение с памяти у нас. Вот такие вот значения. Я просто пролистну их, потому что это, навряд ли, кому-то сильно интересно. Кстати, он разгоняется 2,2,4. Хотя стандартная частота 2 гигагерца или 1,99. Надеюсь, что это такое. Копирование памяти 8 гигабит в секунду. Окей. Задержка памяти 92 нанасекунды. У Core 2 Extreme. Оказывается, такая же была. Queen. Ничего особенного нет. То есть, что меня действительно удивило, это то, что Celeron J4-105, в принципе, находится в том же положении. PhotoWorks. Вот результаты с PhotoWorks. CPU-ZAT-LIP. AS. Тоже мы находимся в глубочайшей опе. CPU-SHA 241. FPU. Дальше операции с плавающей точкой. Ну, где-то мы тут все находимся в районе первых i5. То есть, на данный момент это 10-летний, 11-летней давности. Вот. Или вроде того. Ну, как я уже говорил ранее, она не для этого, собственно, и покупалась. Мне просто было интересно, насколько она производительна в тех задачах, которые на ней предполагают делать китайцы. То есть, на ней стоит Windows 10. То есть, видимо, они для чего-то другого и предполагали. Собственно, давайте посмотрим, что у нас за SSD. SSD у нас интересное название. Keystone. Кто-то уж такой Keystone. Кто этот человек? Keystone SSD. Подключен по SATA 3. 64 гигабайта. Rotation Speed SSD. Окей. Ну и давайте посмотрим, какие у нас скорости он развивает аж бешеное чтение. 277 мегабайт в секунду. Запись 129. Ну, я считаю, что для такой цены и для моих нужд это более чем достаточно. Как StreamBox, как вы видите, это выглядит очень слабовато, потому что картинка моя тормозит. Это просто я делаю ScaleUp до Full HD, потому что у меня на данный момент подключен монитор с изолютой 1600 на 900. Что же еще мы можем интересного здесь посмотреть? Ну, так просто у нас скорость открывания хрома. То есть, ну да, открывается. То есть, зайти куда-то в YouTube. Кстати, я пытался поставить Intel XTU. Intel XTU у нас абсолютно не хочет работать, потому что Celeron не относится к тем продуктам, которые надо разгонять. Точнее, разгонять бы их хотелось, но, видимо, не судьба. Ну, вот так вот у нас загружается YouTube, хотя у нас, в принципе, здесь есть две антенки. Довольно так, слабоватенько, скажем так. При том, что, как я и говорил, у нас, по-моему, процессор. Отдать ему должное, он в этот момент начинает отдыхать. Отправообладание. Sorry. Отправообладание ему подать не хотим. Вот, ну, надо сказать, несмотря на то, что он загружен на все 100%. Итак, ну, давайте для сравнения запустим Chrome. И параллельно посмотрим температуру. 57-58 градусов, это он уже некоторое время работает. Его довольно неплохо загружает в UBS Studio. Вот открылся Chrome. Вот открытие. YouTube, допустим. Вот сам UBS Studio у меня практически на минимальных настройках. 1080p, 8000 BPS битрейт. Допустим, параллельно открывается видео. И я тут выключаю звук. И температура у нас доходит до 58 градусов. Это не Funless коробочка, напоминаю. То есть это то, что температура, которая максимально могут быть. При том, что даже под нагрузкой я запущу. Даже могу попробовать запустить стресс-тест. После этого он, возможно, перестанет писать. Теперь вам, я посмотрю. И так, примерно. И remarк. Следующее. Хозяйте. И цвея. И во-ю-ю-е. Pi Això. Продолжение следует... Ну, в общем, поверхность у нас прогревается до 44 градусов, а сама железяка, сам процессор до 59. То есть, в принципе, вполне приемлемая температура для использования где-нибудь в коробке. В ящике и так далее. Не забываем, что это я загрузил на 100% при помощи Windows-теста. Я не уверен, что чем-то другим возможно загрузить эти ядра настолько же. Я имею в виду, если это будут какие-то прикладные устройства. То есть, какой-то раутер или VPN. Мы видим, что UBS даже скидывает, продолжает скидывать фреймы. То есть, вообще не очень хорошо себя чувствует железяка. Ну что, друзья, как вы видите, для решения каких-то компьютерных современных задач эта коробочка подходит слабовато. Ну, может быть, крутить музыку с нее, хотя я бы не сказал, что здесь какая-то действительно зачетная аудиокарта. Можно, конечно, смотреть YouTube, но я бы сказал, что данное решение, оно больше подойдет немножко для других направлений. Что-то связанное с умным домом, как раутер, как VPN. Итак, вопрос. Для чего я буду использовать эту коробочку? Тот, кто правильно ответит, тот молодец. И я, возможно, запишу видео про то, как я буду ее применять далее. Спасибо, что смотрели вот этот обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это реально помогает. Всем удачи, всех обнял. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok